Ты слышал, я 10 тысяч выиграл. Просто совершенно ошарашен, даже не знаю, что купить. Ну, во-первых, я очень рад за тебя, во-вторых, я уже всё посчитал. Садись, садись. На эти деньги ты можешь купить 3484,5 литра, и у тебя ещё остаётся 92 копейки на закусь. Если ты будешь пить по литру в день... По литру? По литру. Знаешь, на сколько хватит? На пять лет. Грандиозно. А если ещё сдать посуду, так... О-о-о! Спасибо нашим преданным подписчикам на Бусти. Ссылка на эксклюзивный контент в описании. Алло. Да-да. Алло. Алло-алло. Здравствуйте, здравствуйте. Елена Александровна. Меня зовут Малышев Владимирович. Я в интерфинансовой компании «Лайнзайд». Идёт запись разговора. Я рассчитываю услышать Елена Александрова. Вы можете передать о том же был звонок? Нет, вы не сможете услышать. Я не услышать. Передайте, пожалуйста, компанию «Лайнзайд» ждёт эту звонку. Нет, это ваша же работа не моя. Передавать такую информацию, правильно? Вы умираете, по-моему. Не умирай, не умирай! Говорите поотчётливее, погромче немножко. Я могу всё, что угодно. И взять телефон. Кстати говоря, ещё вы взяли, что это её телефон. Всего хорошего. Компания «Лайнзайд». Нет желания просто вашу работу выполнять бесплатно. Здравствуйте. У нас для вас есть важная информация. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаю. А, Валерий Николаевич? Да, да, да. Вы кто? Что-то какая-то важная информация. Да, мне сказал автоинформат Рос какая-то есть для меня. Докладывайте, я слушаю. Да, пусть что Банк вас беспокоит. Меня зовут Соригород Фёдор Владимирович. Звоню вам по поводу кредит практичный. У вас задолженность 293 тысячи округлённых по данному кредиту. А что за важная информация, простите, я что-то не понял. Это-то я знаю всё. Это самого долга процентов и неустойки. Это важная информация. А какая она важная, господи, что же? Не знал бы я. Я понимаю, вы готовы данную задолженность погасить? Нет, я же банкротство оформляю. Я же говорил же, банкротство оформляю, но что? А, вы банкротство оформляете. Вы понимаете, что пока вы не оформили банкротство, вы являетесь клиентом банка и, собственно говоря, должником. Это юридический статус, гражданские взаимоотношения. Конечно, я всё понимаю. Напомните, как мне к вам обращаться. Соригородство Фёдор Владимирович. Фёдор Владимирович, я без фамилии буду, ладно? Да-да-да, Валерий Николаевич. Да-да-да. Да-да, здесь-здесь-здесь-здесь, да. Фёдор Владимирович, я всё это понимаю. Это гражданский статус, должник. Да, я им остаюсь. Но я же соответствую признакам неплатёжеспособности для себя. Это понял. И, соответственно, есть обязательства. Оно в законе прописано, в 127-м. Нет, я понял, я вас услышал, смотрите, вопрос, так, контактные данные вы никакие не меняли. Вот, единственное, я вас должен предупредить, что банк, если вас не признает банкротом, также имеет право обратиться в суд. Да и до этого имеет право экспроцессии, да, оформить. Да-да-да, и до этого имеет право. Конечно, конечно, конечно. Банк также имеет право обратиться в суд. Я надеюсь, вы осознали все эти риски и приняли для себя ответить. Извините, я взвесил, конечно, у меня долговая нагрузка больше 2 миллионов. Естественно, я все риски осознал. Мне проще 160 тысяч заплатить организации, они подготовят всё профессионально. Ну да, да. И всё. Ну, даже я ничего не теряю, кроме 160 тысяч. Это при том, при всём, что я понимаю, что одних имфошек у меня тысяч на 300. И даже если меня не признают банкротом, как вы говорите, хотя, в общем, я не вижу причин. Эта организация достаточно известна. Алиам, слышали такая организация? Ведущий юридический оператор. Ну, их много разных. Нет-нет, есть много разных, а есть Алиам, да. Вот так вот. Так, знаете, в своё время про сатириков. Когда уже у Задорнова спросили, кто такой Жванецкий, какое место вы ему даёте в плеяде сатириков. Он говорит, есть сатирики, а есть Жванецкий. Вот про Алиам тоже надо так говорить. Ну, да ладно. Это моё мнение как клиента. А вообще они не берут в работу никого, кто не соответствует. То есть, если можно как-то подставить, они скажут человеку. Да, друзья, он не дослушал. Это неприятно. Слушайте, я в свою очередь для вас скажу. Мы действительно на консультации выясняем обстановку. И если мы понимаем, что есть, скажем так, вариант, назовём это так, опасность не получить статус полноценный, как нужно человеку, чтобы начать жизнь с чистого листа, то мы ему об этом говорим, об этих рисках. И человек уже сам принимает решение. Если есть хоть какая-то степень в процентном соотношении риска, человеку об этом сообщается, что ну да, может так случиться, бла-бла-бла. И вот он сам принимает решение. И мы, в свою очередь, делаем всё необходимое, чтобы случилось всё так, как нужно. Но 95% всех должников банков идеально подходят к процедуре банкротства, собственно, чтобы получить тот самый желанный статус и начать жизнь с чистого листа. Потому, что сложно предположить, что человек, закредитованный, имеющий кучу МФО или даже не кучу, а какое-то количество, несколько кредитных эпизодов с банками, он нормально зарабатывает, имеет какой-то побочный источник дохода и имеет какое-то имущество, которое можно реализовать. Не, как правило, люди, приходящие в компанию Алям в качестве клиентов, это действительно обычный средний класс ребята, которые действительно по ошибке зарылись в эту кредитную трясину и не знают, как выбраться. Ну, вот есть такой способ. А мы, естественно, это всё выясняем и людям, как говорится, рекомендуем правильнее заметить, что все консультации бесплатно. Ссылочка на форумы для оставления заявки на бесплатную консультацию в описании этого любого другого ролика. Так что хотя бы попробуйте, а вдруг действительно это то, что вам нужно. Здравствуйте. Алло. Алло. Алло, алло. Здравствуйте, Эльдар Алексеевич. Здравствуйте, слушай. Это вы? Ага, да, вы кто? Замечательно, я представлюсь, Светлана Алексеевна, меня зовут, фамилия моя, именно в Щеково, звонок от компании Вебзайм Микрокредитная, компания Академическая. Да, то рождение озвучится, или подрождение... Простите, я правильно услышал? Минет за Щекова? Вафледрон. Какой вафледрон? А что ты спишь, нахуй? Что это за такое, бля, вообще высказывание, вафледрон? Фамилия? Очень остроумно. Не, ну я уточняю. Про дату рождения озвучите? Минета Защикова, нормально. Про дату рождения, знаете, это персональная информация, защищенная 152-м федеральным законом. Я незнакомому голосу это не сообщаю. Ну если вы, Эльдар Алексеевич, звоните в компанию Вебзайм. До свидания. Если ты минет за Щекова, действуй по обстановке. Делай мне минет. Сделай мне минет. Сделай мне минет. Это МТС-банк. Мы предлагаем вам рефинансировать Щеков. Алло. Здравствуйте. Екатерина Влавилировна, это вы? Хочу поговорить с оператором. Хорошо, одну секунду. Перевожу звонок на оператора. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваша позиция в очереди 1. Не спать, нахуй, еще раз, я говорю, не спать. Сейчас буду музыку слушать, да? Или нет? Здравствуйте, меня зовут Юлия, чем могу помочь? Здравствуйте, Юлия. Это я чем могу вам помочь? Мне позвонил автоинформатор, и что ты хочешь от меня? Я не пойму, что. Чем я могу вас помочь? Чем я могу вам помочь? Уточните, как я могу к вам обращаться? Дмитрий Евгеньевич. Номер телефона Дмитрия Евгеньевича вам принадлежит, на который звонок поступил? Конечно. Тогда вам нужно предоставить договор с мобильным оператором, где будет указано, что сим-карта принадлежит именно вам. В смысле, мне это нужно ошибаться за обязательство? А почему вы думаете, что мне это нужно? Я просто вам по телефону сейчас запрет выставать. Слушай, не хотите, наверное, чтобы... Это вы, я надеюсь, не хотите штраф в следующий раз получить? Это ваше право. Что мое право? А ваша обязанность? Если вы услышали, даже устный запрет услышали, все. Слышите, да? Все. Все, нет такой необходимости. Нет. Ни в одном нормативном акте такого не написано. Что отказываюсь? Я вас информирую о том, что компания «Займер» может звонить по тем каналам связи клиенту, который он для нас указал. Если эти номера были указаны ранее... Компания может звонить, пока не получила отказ. Прямой отказ. Я являюсь вашим клиентом. Компания... Вы не являетесь клиентом. Да, вот. А вы мне звоните. Я вижу, что номер телефона был указан... Мне все равно, что вы видите. Еще раз повторяю. Я не хочу тут разглагольствовать. Не нужно ничего подтверждать. Это ваш регламент, ваши правила. Они никаким образом на меня не распространяются. На вас в то же время распространяется закон. Закон о связи. Слышите, обратитесь. Я еще раз повторяю. Сейчас под запись разговора послушайте и не перебивайте. Важная информация у меня для вас. Всегда нужно смотреть и слушать, что я говорю. Неинтересно, значит, пожалуйста. Вот запись разговора. Я сейчас записываю этот разговор. Я выставляю прямой запрет на совершение звонков на этот адрес. На этот номер телефона, точнее. И в следующий раз, если я получу какой-либо звонок, я тут же составлю жалобу ФССП. И ваша компания замер. Тут же схлопочет штраф. И поверьте, опыт у меня уже на этот счет достаточно большой. Вопросы остались? Не задерживаю. Не задерживаю. Не задерживаю. Свободно. Вы отказались от консультации полностью. Какой еще консультации? Господи, консультации. Какие консультации? Где вы консультации? За кого себя воспринимает консультация? У меня их и не было вопросов к вам. Кроме одного. Чего вы мне звоните? Желаю, все хорошо. Я ответила ранее, что нужно делать. Где ты там вообще экспертности набралась? Консультант. Господи, блядь. Посмотри на себя, послушай себя и обрати внимание на то, где ты работаешь. Консультант. Давайте не будем переходить на оскорбления. Какие еще оскорбления? Какие оскорбления? Где там я тебя оскорбляю? Я что, какие-то нелицеприятные эпитеты в твой адрес применяю? У меня не было вопросов. У тебя есть вопросы ко мне? Какая еще консультация? Что ты выдумываешь? У меня вопрос изначально не было. Вы задали вопрос, почему сонки поступали. Кто кому позвонил? Еще раз повторяю. Я выдал прямой запрет. Это не вопрос. Это констатация. Информацию приняли? Зафиксировали? Я буду делать то, что мне заблагорассудится. Если вы не хотите, чтобы вас посылали куда-нибудь далеко, не советуйте незнакомым людям, что им делать. Окей. Ветер без камней. Да не было у меня никаких вопросов. Я не задерживаю. Я знаю. Ничего себе. А если ты бы мне это не сказала, я бы сомневался. Правильно ли я принимать решение сам, да? Ну, ты нормальная, слышишь? Сейчас оскорблять начну. Я так понимаю, вопросов у вас нет. Всего хорошего вам, Дмитрий Евгеньевич. До свидания. С третьего раза вдруг поняла, да? Оцените работу оператора по пятибалльной системе. Нажав соответствующую... Это был, дорогие мои, процесс деэкалипторизации. То есть, процесс медицинского и психиатрического воздействия на вот эти вот мозги воспаленные, вот этих дурочек и дураков. Благодарим вас за оценку нашей работы. А иначе, ну, кто им скажет? Если они себя будут воспринимать значительными какими-то, они будут там оставаться. Нет. Нужно при любой возможности им доносить, что от них ничего не зависит. Более того, что их не уважают, не воспринимают. И, соответственно, вот этим всем вариантом, но и перечисленным, относятся. Относятся как к пустому месту. Все. Это база. И это главное. И представьте себе, вот любой здравомыслящий человек, вот вы работаете, работаете, а ваша работа не то, что никого не интересует, она бесполезна. Вот по сути своей. Вы тратите энергию, силы, время, а она бесполезна. И вам об этом говорят те, в чей адрес вы думаете, эта работа осуществляется. Ну, там, условно, не знаю, токарь делает с утра до вечера какие-то там болты и гайки для заказчика. А заказчик ему говорит, не нужны мне твои болты и гайки. Не нужна мне твоя продукция. Не интересно мне то, что ты делаешь. И вот сколько времени этому токарю понадобится, чтобы осознать, что пора менять работу. Ну, это бы тогда назывался процесс де-токаризации. А у нас с вами процесс де-корректоризации. И токарь, естественно, очень ценная штатная единица. Человек, который действительно обладает умениями, навыками, специализацией, экспертностью где-то. А вот коллекторы, вообще все представители коломаса, и коллекторы, и сотрудники служб взысканий банков, или как там они себя еще называют, МФОшек всевозможных. Нет, это от начала и до конца бесполезные существа. И хоть им иногда удается услышать, как они утверждают, благодарности. Звучат эти благодарности чаще всего от людей, которые просто запуганы такими же вот и спящими людьми. Здравомыслящий человек никогда не придумывает себе версию, как бы так похвалить за что-то представителя коломаса, вот эту говорящую голову, говорящую по скрипту. Я уверен, что меня смотрят и ставят лайки или сердечки. Люди, действительно знающие и понимающие, что вокруг них происходит, и дающие себе и событиям вокруг них справедливую, объективную оценку. Также я уверен, что те люди, которые задумываются, а может быть хватит в долгах жить, действительно когда-нибудь придут к этому верному, правильному выводу и сделают тот самый правильный, верный и решительный шаг. Ну а мы вам поможем. Еще раз повторю, бесплатная консультация всем доступна. Ссылка в описании ролика. Всем буквально, где бы вы ни находились, от Калининграда до Сахалина и в обратном направлении. Ну и, кстати говоря, Бусти, Бусти, подписывайтесь, заходите. У нас там много чего интересного. Вот такой лайф-контент кое-какой о жизни меня, о жизни нашей организации, о жизни меня, безграмотный Кузнецов, о моей жизни, о жизни организации компании Алиам, о других моих бизнесах, о том вообще, как я отношусь к этой жизни. Такое, я же говорю, лайф-контент. Многим будет полезно, но, соответственно, и интересно. Ну а, господа хейтеры, посмотрим, что вы там напишите. Давайте. Кстати, Коломаса, милости просим. Да нет, там дешевая подписка, совсем копеечная. Приходите. На сегодня все. С вами был Дмитрий Кузнецов, Центр юридической защиты, компания Алиам. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok